Так, ну что, вот такая я сегодня Чунга-Чанга сходила на моментальный загар, очень мне нравится. Сейчас пойду себя мыть после вот этой всей истории. Уже буду, конечно, не такая темная, не такая грязная. Некоторые умненькие мне говорили, вот вначале кожу помой, ну дебил, не понимает, что я там на хайлайте, вот это челядь, как я говорю, да, челядь в области косметики. Ну, ладно, для мужчины не самое страшное. А вы знаете, мне кажется, что это очень страшное слово, нормально. Нормальное слово это равно никак, никак. Потому что на сегодняшний день, я считаю, каждый из нас обязан выбирать для себя самое лучшее, что он может себе позволить, что есть в зоне достижения, в зоне досягаемости. А вот это слово нормально, и так сойдет, это самое страшное слово, которое может быть в вашем лексиконе. Как тебе это платье? Ну, нормально, сойдет. Вы должны все, что делаете, все, к чему вы прикасаетесь, то, чем вы занимаетесь, должно приносить вам просто элементарное удовольствие, представляете? Кстати, люди, которые тут вот решили мне пописать гадости, с этого дня я вам официально объявляю, на каждую гадость я буду отвечать. Пока их не станет совсем, наверное, много, я буду отвечать вам абсолютно тем же. Ответы мои будут очень жесткие, и поэтому, пожалуйста, потом не пишите, что я вот такая там мегера, злюка и так далее. Нет, просто я больше молчать не собираюсь. Я достаточно намолчалась в этой жизни на поступки людей, которые причиняли мне боль, которые меня обижали. Я была вот такая, блядь, в зоне сидела, всех понимала, всех всегда, сука, оправдывала, давала им тысячи шансов. И сейчас я вам хочу сказать, что я очень рада, что очень многие люди вот так вот просто отточковались из моей жизни, как распыляется маг, который вот высушился и распыляет свои поры. Вот так вот, именно так. Спасибо, что съебались. Спасибо, что больше вас никогда не вижу, не слышу. И дай бог, никогда этого не случится. Еще заметила одну такую важную вещь. Вы знаете, очень выгодно общаться с людьми, у которых все хорошо. Знаете, по какой причине? Потому что эти люди, которые, вы знаете, уже посмотрели все, у них все получается, у них все, что они хотят, у них делается, они уже там где-то присытились этой жизнью. Вот эти люди искренне всегда порадуются за ваши успехи. Люди, которые сидят в жопе, люди, которые сидят в своих несчастьях, в своих жертвах, которые считают, что у них там все не удалось, ну и у которых по факту ничего не получается. Вот с этими людьми очень, в итоге оказывается, как бы вам сказать, очень неприятно в конце, осадок от этих людей остается очень неприятный. Потому что, да, он вроде с тобой общается, вроде он такой искренне сопереживает тебе, когда у тебя что-то там, не дай бог, случилось. Вроде он такой добрый, вроде он с тобой дружит и обожает тебя. Об этом, знаете, за спиной твоей может сказать такую фразу, которая тебя очень резанет. И ты поймешь, что, блин, ну, человек, скорее всего, тебе где-то завидует и не может порадоваться твоим успехом. Очень часто мы не можем порадоваться за успехи других, блин, говорю, как будто бухая, но я абсолютно нормальная, просто я очень хочу спать. Время очень позднее, опять я пишу видео, потому что я понимаю, что ему нужно записать для вас. Так вот, вот эти люди, у которых вот жопа в жизни, да, ну, по их мнению и вообще там, если они понимают объективно, что ну как-то что-то не клеится, вот эти люди никогда за вас не порадуются, вы просто поймите. И почему мы не можем порадоваться за других? Потому что нам всегда кажется, что ну, у меня так никогда не будет, потому что вот отсюда и возникает зависть. Зависть возникает из страха, что у меня никогда такого не будет. И сразу начинается обесценивание, да, и желание как-то вот обидеть человека. Вот эти люди, у которых зачастую все очень как-то так негладко. Поэтому старайтесь общаться с людьми, которые удачливы, которые чего-то добиваются в жизни, которые идут по дороге той жизни, в которой они хотят оказаться. Вот это самые лучшие люди, которые могут вас окружать. Потому что вот эти все несчастные, с кучей проблем, ну, все время вот будет какой-то, знаете, нотка такой зависти. У меня было очень много случаев в жизни, когда мои подруги, подруги, ой, я даже уже не знаю, как это назвать. Дружба, наверное, это общность интересов все-таки, да, но для меня дружба – это умение порадоваться за успехи другого, за счастье другого. Вы понимаете, ваше несчастье разделит любой лох, любой, любой бомж, любая, не знаю, любой человек разделит с вами ваше несчастье. Он будет вас жалеть, особенно тот, у кого все херово в жизни, он будет понимать, блин, ну, спасибо, Господи, что не у меня одного, настолько все так херово. И вот он будет вас жалеть, окажется первым рядом, когда вот вы плачете, когда вам плохо. А когда у вас все хорошо, вы заметите, что, точнее, когда у вас начнет налаживаться жизнь, вы посмотрите, насколько днично обычно эти люди реагируют на ваши успехи. Вот у меня были вот такие подружки, которые, ну, не могли, всех переебывало, когда у меня что-то все вот хорошо получалось. Ну, как же, вот вечно ноющая Кристина, вечно ноющая Кристина что-то получилось, да. В общем, вы знаете, по пальцам присчитать людей, которые действительно порадуются за твои успехи. Многие просидят там, пропиздят про тебя, про себя, и вот это вот гнильцо, гнильцо такое получается, вот. Даже просто моя коронная, но, но, ладно, короче, опять вот это вот началось за упокой, точнее, начали, нет, сегодня мы начали за упокой и продолжим за здравие. Девочки, значит, быстро, быстро пробежимся, да, я вам быстро сейчас ликбез сделаю. Я напомню всем, что я занимаюсь парфюмом, я подбираю парфюм, я парфюм подбираю вообще всегда в точку, по внешности, потому что это, в принципе, очень не сложно сделать, если у вас есть какая-то доля эмпатии. Если вы умеете поставить на место другого человека, представить, какой он по характеру. Я вообще очень поражаюсь, как в 21 веке можно бояться дарить людям духи, особенно это в коллективах, вот, распространенное мнение, о, ну, духи же не всем подходят. Есть, 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 есть универсальные ароматы, которые подойдут абсолютно любому мужчине и любой женщине. Ну, так как у нас сейчас селективная парфюмерия, это в основном все унисекс, тут мы можем опираться больше так, да, на что угодно, вот. Вот, значит, я вам сейчас расскажу про парфюмы, которые более-менее универсальны. У меня не все флаконы есть на руках, поэтому буду делать вот так, так. Я начну с первого аромата. Бренд Rassassin. Не то, что вам послышалось, я вроде четко разговариваю. Вот этот аромат, он точь-в-точь Крид Авентус. И откровенно не понимаю, почему такая завышенная цена за этот аромат, потому что я считаю, что он, ну, далеко не самый красивый, потому что там в базе серая амбра, амбра, правильно, да, серая амбра, которая на некоторых мужчинах звучит очень некрасиво, кстати. Сейчас что-то в ароматах я стала замечать очень модная нота пота, вот, вы знаете, я ее слышу прямо в базе, она потняком прямо дает. Вот, мне кажется, это, кстати, амбра может давать. Значит, второй аромат. Монсера. Монсера, правильно, вообще. Ну, для меня будет Монсера. Монсера Cedrat Bous. Этот аромат, в принципе, очень похож на Крид Авентус, но он более, я считаю, дорогой в базе, он более насыщенный. И так как это Пьер Монталь, здесь более выраженный шлейф, здесь сумасшедшая стойкость, я его просто обожаю, я советую его дарить любому мужчине. Цитрус с деревом, очень красивый аромат, прям рекомендую, можно брать практически слепую, но если это там не какой-то мужчина-альбинос или, я не знаю, ну, альбиносом, да, я вот его прям бы не советовала. Альбиносом, вот, мужчина, если прям есть такие блондины, голубоглазые, таким нордический тип, вот им классно дарить. Есть озоновые ароматы, какие-то альдегиды, чтобы были, или, знаете, такое что-то, дымка какая-то, чтобы была вот такая легкая, хрустальная, чистая. Кстати, в Maison Courjant, да, у них есть Аква Целиста, по-моему, и такой аромат, и вот можно дарить нордическим блондинам, пожалуйста. Бренд Mint, очень здорово тоже для мужчины, в этой марке вы можете тоже посмотреть, много свежаков, которые подойдут. Для мужчин, которые любят табачные, кожаные ароматы, я рекомендую бренд Wilhelm, очень красивый аромат у Memo, ирландская кожа, классная кожа с ножевельником, она прям дорогущий аромат, я считаю, что он просто супер. И еще есть русская кожа, это хвоя, то есть это хвойная кожа, это очень дорогой аромат звучания, но хвоя может немного, как вам сказать, прибить. Тяжеловата она, тяжеловата, очень для ярких мужчин подойдет, для брюнетов, жмучек таких модных, на зиму просто супер, он холодный, он хвойный, прям обдает своей дороговизной огонь. Можете еще попробовать итальянскую кожу, но такие брюнеты тоже будут очень здорово, модные, такой яркий-яркий цветотип. Бренд Initeo, можно, сайт-эффект, сайт-эффект для таких жгучих брюнетов, красавцев таких, которые любят пасти жрели, дорого очень звучит. Вот, Initeo Rehab, бесподобен на мужчинах за счет того, что там лаванда. Это лаванда, это, в принципе, я так считаю, мужская нота, это роскошный мужчинах, просто, если вы хотите удивить, подарите Initeo Rehab. Ну, уже тут другая ценовая политика, но это просто космос. Bayredo Blanche можно дарить и мужчинам, что это универсальный аромат чистоты, чистой, выстиранной рубашки. Вообще, ароматов для мужчин интересных, бесчисленное множество. Вот, допустим, бренд Ex nihilo, который очень популярен своим флер-наркотикам, у них есть потрясающий аромат ветивер-молоко. Любители молекулы, вот таких древесных ароматов, он терпкий, но при этом мягкий. Ну, супер, он подойдет, в принципе, любому, даже наркотическому блондину. Кстати, если вы хотите статус, статусный аромат, подарите Роджу Олигарх, мужчине. Это такой дорогой, богатый фужер, это просто огонь. Я вам сейчас рассказываю просто ценнейшую информацию. Я вот тут перечислила уже несколько ароматов, которые можно смело дарить практически любому, ну, за исключением там какой-то кожи, да, наркотические блондины. Это, в принципе, у нас не такая частая история в наших широтах, но если он такой попался, озоновый, альдегидный, такие ароматы, которые обладают такой немножко звенящей морозностью, чтобы вот аромат был продолжением его цветотипа. Вот у Том Форда, кстати, есть очень красивый аромат White Pachuli. Pachuli вообще тоже, я считаю, мужская нота. Когда вот мужчине не хватает вот этой тестостероновой энергии, то есть вы как бы как выбираете ароматы для мужчины, чтобы они были как продолжением, но также может и восполнять какую-то часть, которой в нем нет. Допустим, если вы видите, что мужчина модный, стильный, но в нем, допустим, не хватает какой-то жесткой, грубой нотки, какой-то энергии такой мужской и доминанты, вы можете как раз-таки ему подарить аромат, который будет более яркий, более сильный, жесткий. И это будет как продолжением его образа и вот той недостающей части, которая ему бы очень пригодилась, допустим. К Сир Джорфи есть прекрасный аромат Дон, там порох, табак, ром, все, что включает в себя воплощение какой-то, знаете, итальянской мафии. Такой дорогой статусный мужчина, который повидал все и выбирает только лучшее. Да все, хватит вам сегодня, я вам еще потом расскажу, все распишу, все объясню. Не жалейте подарков мужчинам, не жалейте денег на подарки мужчинам. Им это очень всегда приятно и, кстати, никогда не понимала, вы знаете, вот мужчинам не надо дарить мужчин какие-то подарки, пусть он вам дарит, вот это сидят. Можете прям брать и как инструкцию, кому что дарить. И запоминаем, да, это всегда продолжение нас. Ладно, все, мои дорогие, всем пока, не скучайте, буду скоро здесь сжечь еще больше, просто больше.